Здравствуйте, с вами Влад и новая авторская история моего канала «Так не бывает». Свернув на центральную улицу, Олег проехал еще несколько метров и остановился возле торгового центра. Время было вечернее, люди шли за покупками, кто-то просто прогуливался, а некоторые умудрялись назначать здесь свидание и встречать своих возлюбленных. Наблюдая за всеми этими людьми, Олег представлял и себя, стоящего с цветами и ждущего любимую девушку или с пакетами, наполненными продуктами. Сегодня выдалась тяжелая смена. Ему пришлось съездить в аэропорт и забрать оттуда семью из трех человек. Потом был спортбар, где засиделись молодые люди. Олег помогал им грузиться в машину, а когда привез по адресу, еще и выгружаться. Клиенты оказались проблемными. Едва с ними не поссорился, но все обошлось. Затем он взял еще несколько заказов, которые были похожи друг на друга, как братья-близнецы. В общем, обычная рутина для таксиста, у которого не оставалось времени на личную жизнь. Именно поэтому Олег и засмотрелся на молодых людей у торгового центра, которые, держась за руки, о чем-то с улыбками на лице разговаривали. В 25 лет он так и не смог обзавестись не то что семьей, а даже и отношениями. Работая второй год в одном из таксопарков города, Олег был полностью увлечен своей профессией. И ему казалось, что других вариантов его жизненного пути просто не существовало. Неожиданно поступил звонок из диспетчерской. Нужно было забрать пожилую женщину от ее дома и отвезти по нужному адресу. Что интересно, конечный пункт не был назван. Диспетчер сказала, что пенсионерка сама укажет дорогу. По крайней мере, именно так она сообщила, когда делала заявку на машину. Олег включил зажигание и медленно, но уверенно поехал за пожилой клиенткой. Торговый центр остался позади, а вот ощущение, что чего-то упустил в своей жизни, так и не покидало его. Подъехав к дому, который был указан в заказе, Олег посигналил и вышел из машины. Его взору предстало старое обветшалое строение. Совсем не похоже было, чтобы в нем кто-то жил. На минутку таксист даже подумал, что диспетчер ошиблась. Перезвонив ей и уточнив адрес, он понял, что данные верны. Однако пожилая клиентка не появлялась, и от нарастающей тревоги Олег стал еще больше волноваться. Он вдруг подумал, что старушка не смогла выйти и нуждается в помощи. Но через минуту послышали шаркающие шаги, а затем и голос самой хозяйки дома. Добрый вечер. Извините, что заставила вас ждать. Я не успела вовремя собрать вещи к вашему приезду. Олег увидел перед собой старушку лет семидесяти с объемным чемоданом в руках. Она была скромно и бедно одета, что говорила о плохом финансовом положении. Добрый вечер. Да ничего страшного, мне не тяжело было вас подождать. Успокоил он ее и убрал чемодан в багажник. Сев в машину, причем рядом с водителем, женщина положила руки на колени и слегка улыбнулась Олегу. Пока ехали, Елизавета Матвеевна, а именно так звали пассажирку, поделилась с таксистом своими горестными мыслями. Оказалось, что она вот уже семь лет жила в полном одиночестве. Муж умер от инфаркта и в память о нем остались лишь несколько фотографий, да и этот старый дом. Его он, кстати, построил своими руками, без чьей-либо помощи. Тогда у него было еще много сил и энергии. Петр Игнатьевич не боялся трудностей и с легкостью их преодолевал. Елизавета Матвеевна была за ним, как за каменной стеной. Но потом все изменилось. Муж стал часто болеть и почти не вылезал из больниц. Супруге приходилось большие деньги тратить на его лечение, но в итоге его все равно не стало. Так и не успел он сделать в доме капитальный ремонт. Что же касалось детей, то у Елизаветы Матвеевны была всего одна дочь, но она пропала много лет назад. Ее избранник оказался откровенным бабником и не скрывал своих похотливых похождений. Дочь Елизаветы Матвеевны какое-то время промучилась с ним, а потом познакомилась с другим мужчиной и пропала. И где она теперь находилась, женщина не знала. Олег слушал все это и мысленно представлял себе то, как если бы он исчез и родители бы его искали. Страшно было бы подумать, чтобы они испытали. Еле сдержавшись, чтобы не пустить слезу, таксист прибавил газу и поехал в том направлении, куда ему указала пассажирка. За время работы в такси, похоже, он еще не изучил все адреса в городе, потому как не сразу понял, куда направлялась Елизавета Матвеевна. Старушка даже попросила Олега поехать другой дорогой. Петляя улицами, он через несколько минут оказался в центре. Елизавета Матвеевна прильнула к окну и тихонько произнесла. — Я так давно жила за дворницей, что совершенно забыла, как выглядит город. — Кивнув в ответ, Олег немного сбавил газ, чтобы она смогла нормально разглядеть мелькавшие здания и движущихся в разных направлениях людей. Как оказалось, рассматривая дома, Елизавета Матвеевна вспоминала свою молодость. На центральной площади они часто гуляли с мужем и слушали красивую музыку, которая лилась из рупоров на столбах. На них же горели и яркие фонари, которые создавали гармонию романтического вечера. Все это осталось в прошлом, когда Елизавета Матвеевна была еще молодой. Как же быстро пролетели годы. А ведь казалось, что еще вчера она держала за руку своего Петю и, глядя ему в глаза влюбленным взглядом, мечтала о счастливом будущем. У них были далеко идущие планы, которые невозможно было ничем нарушить. В то время о стабильности говорили спокойно и знали, что так будет всегда. Никто и в мыслях представить не мог, что когда-то их жизнь окажется на краю пропасти. После того, как Олег свернул с главной улицы в проулок, Елизавета Матвеевна попросила его остановиться. Таксист выполнил ее просьбу и посмотрел на трехэтажное здание, к которому они подъехали. У него комок к горлу подступил, когда он просчитал название на вывеске. Это оказался дом престарелых, такой же обветшалый, как и дом, откуда Олег забрал бабушку. Ну вот мы и приехали. «Здесь моя конечная остановка», – с юмором произнесла Елизавета Матвеевна и достала из кармана кошелек, чтобы рассчитаться за поездку. Увидев, как она достает деньги, Олег решительно запротестовал и отказался их брать. И добавил, что у него, в отличие от некоторых таксистов, еще сохранилась совесть. Старушка поблагодарила его за столь щедрый подарок в виде бесплатной поездки. Олег еще несколько минут смотрел вслед Елизавете Матвеевне. Похоже, что ее там ждали, потому что из здания вышла молодая девушка и забрав у той чемодан, помогла женщине подняться по ступенькам. Через несколько секунд они обе скрылись за массивной дверью. Олег же, подождав еще немного, вырулил и поехал домой. Всю дорогу он только и думал об этой пассажирке. Своим рассказом о жизни она полностью изменила его представление о добре и зле. Олег вдруг понял, что у него дела не такие уж и безнадежные. Оказалось, что были люди, которые и вовсе перестали верить в какие-либо перемены. Вот, например, как она. Женщина, у которой вообще не осталось надежды на лучшее и от безысходности она отправилась в дом для одиноких стариков. Приехав домой, Олег принял душ, а затем приготовил себе легкий ужин. Кусок в горло не лез, но он заставил себя съесть весь салат. После этого у него появилось непреодолимое желание посмотреть телевизор. Взяв кружку с чаем и пару кусочков рулета, Олег переместился в зал. Его любимым местом было мягкое кресло. Усевшись, он откусил часть рулета, запил чаем, включил телевизор и невольно погрузился в воспоминания о прошлом. Он был поздним ребенком в семье. Мать Оксана трудилась официанткой в кафе на окраине города. Там она проводила намного больше времени, чем дома. И Олег рос сам по себе. Правда, в их семье был отчим, но тот часто пил и не следил за тем, чем занимался пасынок. Борис только и делал, что искал, где бы ему выпить и закусить. Готовить он не умел, а то, что вечером варила Оксана, к утру полностью съедалось и больше всех успевал отчим. Борис вставал раньше других и забирал себе остатки пищи. С ранних лет Олег познал, что такое трудности. Ему было тяжело учиться, потому что в школе дразнили, а еще и учителя постоянно придирались. Мало того, он не мог бесплатно питаться, потому что его матери всякий раз отказывали в оформлении документов на пособие. Она была вынуждена украдкой приносить домой остатки заказов из кафе, чтобы ее сын брал их в школу. Но ушлый отчим это видел, и пока все спали, сам съедал. У него вообще не было никакой совести, не говоря уж о сострадании. Олег жил с ним как на пороховой бочке. Пока мать работала в кафе, Борис вытворил такое, что страшно было об этом говорить, приводил в дом своих друзей-алкоголиков и устраивал притон. Оксана, возвращаясь вечером домой, с трудом от них избавлялась и потом еще минимум пару часов наводила порядок. Так они и жили, пока однажды в дом не постучалась беда. В тот день Олег бегом бежал после школы в кафе, чтобы сообщить маме о том, как он получил сразу две пятерки. В глазах мальчика было столько радости, что он и подумать не мог о каком-то трагическом событии в его жизни. Все мысли Олега крутились вокруг того, отдаст ли мама денег на мороженое. Ведь у него так мало было возможности побаловать себя сладостями. Оксана, увидев радостного сына, который скороговоркой рассказал ей о том, как он правильно ответил на уроках и за это получил отличные оценки, решила выкроить немного денег, но попросила много мороженого не покупать. Олег кивнул в ответ и, поцеловав маму в щечку, помчался домой. Правда, перед самым подъездом остановился и, посмотрев на окна и услышав оттуда шум, понял, что сейчас ему лучше пока погулять. Олег отправился в парк, где всегда была возможность покормить уточек на пруду. Ему нравилось смотреть на то, как птицы лихо бросались на кусочки хлеба. На остатки денег парень купил батон и весь скормил его уточкам. Если бы это видел отчим, то он бы точно разразился гневным криком. «Мне и так закусывать нечем, а ты еще и хлебом разбрасываешься». Борис вообще не признавал того, что самые обычные животные и птицы могут нуждаться в помощи человека. Соседи не раз замечали, как он ударом ноги отгонял кошку или собаку, если те крутились рядом и что-то у него выпрашивали. Дважды на него жаловались участковому, но тот лишь выписывал предупреждение Борису и на этом все заканчивалось. Вернувшись из парка, Олег снова посмотрел на окна их квартиры, откуда уже не доносились шумные звуки и это означало, что отчим либо уснул, либо просто куда-то ушел. Открыв дверь, он выглянул из прихожей и обнаружил Бориса спящим на диване. Тихонько, как мышка, Олег прокрался в свою комнату и до самого вечера оттуда не выходил. За это время он успел сделать все домашние задания, но при этом сильно проголодался и, чтобы не тревожить отчима, решил терпеть и ждать маму с работы. Вместо нее поздним вечером к ним приехали сотрудники полиции и сообщили, что Оксана Дегтярева погибла в аварии. Она возвращалась домой, попробовала срезать путь и в потемках не разглядела машину. Водитель не успел затормозить и сбил Оксану насмерть. К моменту приезда скорой помощи мама Олега, не приходя в сознание, умерла. Медики только констатировали этот факт и записали время гибели. Выслушав полицейских, отчим как-то спокойно отреагировал и по привычке попросил у них денег на опохмелку. Олег же не сдержался и забился в истерике. Стражам порядка пришлось его успокаивать. Оксану похоронили более чем скромно. Можно сказать, что всем двором собирали деньги на ее погребение. Бывший работодатель отказался помогать, а сожитель был гол как сокол. Вот и скидывались, кто сколько мог. В итоге оплатили все расходы, правда без памятника. А после смерти матери Олег ощутил на себе весь скрытый гнев отчима. Если до этого Борис хоть немного держал себя в руках, то когда не стало Оксаны, разошелся на полную катушку. Олег не мог из-за него нормально учиться. Домашние задания приходилось делать в школе во время перемен. Но самым страшным было то, что отчим заставлял его искать деньги на выпивку. Борис даже не гнушался тем, что толкал Олега на просьбы о милостыне. И ему приходилось уходить из дома на несколько часов, чтобы отчим уснул. После этого голодный и холодный Олег возвращался. Это заметили соседи и пожаловались в попечительский совет. На первый раз Борису, как всегда, вынесли предупреждение. А после того, как все снова повторилось, забрали мальчика в детский дом. Так он в 9 лет и оказался сиротой. Никто из родственников не пожелал взять над ним опекунство. Они и до этого особо не помогали. А после смерти Оксаны и вовсе отвернулись. Вскоре и Борис отправился на тот свет. Он угорел по пьяному делу. Вместе с какими-то бродягами пил в заброшенном доме. Было холодно, они затопили печку и оставили его одного. Борис, не разбираясь в том, как нужно обращаться с подобными отопительными приборами, прежде чем уйти в полный отрыв, закрыл заслонку и лег спать. Больше он не проснулся. Его нашли только на следующий день, когда участковый делал обход. Похоронили Бориса еще более скромно, чем Оксану. У него вообще не нашлось родней. Поэтому все расходы по погребению оплатила мэрия города. И если на прощание с Оксаной пришли многие соседи, то Бориса хранили при их полном отсутствии. Никто из них не захотел провожать в последний путь человека, который совершил много зла для окружающих. Все внимание соседей переключилось на то, чтобы привести в порядок и сохранить жилье для Олега. Они ведь понимали, что став совершеннолетним, он покинет детский дом и ему нужно будет где-то жить. Вот поэтому и берегли квартиру. И по согласованию с попечительским советом сдавали ее в аренду, а все деньги отправляли на счет в банки. Тем временем Олег, оказавшись в детском доме, столкнулся с не меньшими проблемами, чем были дома. Но здесь ему хоть никто не мешал спокойно учиться. Правда, постоянно держали в тонусе, заставляя доказывать свою силу и стойкость. Именно поэтому Олег нередко участвовал в драках, где и свою честь отстаивал и слабых защищал. Ему доставалось от тех ребят, которые мнили себя героями и хозяевами жизни. Парню приходилось спускать их с небес и объяснять, кто они на самом деле. В то же время, каждый день в приюте Олег встречал что-то новое для себя. И со временем обзавелся друзьями, которые как могли поддерживали. Став постарше, Олег увлекся автомобилями. За сравнительно короткое время он перечитал всю доступную литературу о машинах. Заметив в нем стремление к автоделу, воспитатели предложили, когда Олег перешел в 10 класс, записаться на курсы вождения. При школе был учебный комбинат, вот там Олег и постигал азы автодела. Он с интересом изучал технические особенности машин и штудировал различные учебники, в том числе и по правилам дорожного движения. К моменту выпуска из детского дома Олег уже имел на руках водительские права. Он мог водить не только легковые автомобили, но и грузовой транспорт. Это помогло ему вполне комфортно отслужить срочную службу в армии и с чистой совестью вернуться домой. Честно говоря, Олег не сразу узнал свою квартиру. Оказалось, что соседи помимо того, что сдавали жилье, еще и ремонт в нем сделали. Накопленных денег ему хватило на то, чтобы полностью избавиться от старой мебели, которой на ладан дышала, и одеться с ног до головы. После этого он оплатил установку памятника на могиле матери. Дальше ему предстояло какое-то время поработать разнорабочим на стройке, прежде чем появилась возможность устроиться в такси. Но и здесь первое время пришлось изучать нюансы работы и город, потому что за годы, проведенные в детском доме и армии, тот разросся и приобрел множество новых названий улиц, проспектов и переулков. В коллективе, как это и обычно бывало, его принялись некой долей настороженности. В то же время, учитывая, что Олег был сиротой, к нему проявлялись нисхождения. Особых успехов не требовали, но и дорогие заказы не давали. Мало того, Олег получил машину, которая нуждалась в постоянном ремонте. Он то и дело оставался после смены, чтобы забраться под капот и починить то, что еще получалось. Коллеги только посмеивались над парнем, ожидая, что он не выдержит и бросит эту затею. Но Олег проявил упорство и не собирался сдаваться. В конечном итоге, ему удалось вернуть автомобилю вторую жизнь. И его машина, похоже, стала самой надежной во всем таксопарке. Те, кто до этого над ним посмеивались, стали подходить за советами. Олег никому из них не отказывал, понимая, что они просто заблуждались, когда не хотели воспринимать его как равноправного коллегу. Изменилось и отношение начальства. Теперь Олег получал выгодные заказы наравне с остальными водителями. Он доказал свое право на уважение и его перестали третировать. Правда, иногда все же подшучивали, но делали это лишь для того, чтобы поднять ему настроение. Вернувшись от воспоминаний к реальности, Олег и не заметил, как по телевизору закончились все программы. Вернее, шла одна реклама. Посмотрев на часы, которые показывали половину второго ночи, он убрал посуду и отправился спать. Но сон не шел. Все мысли были заняты этой старушкой. Олег не мог принять тот факт, что она сама согласилась провести остаток жизни среди таких же одиноких и брошенных стариков. Скорее всего, что Елизавету Матвеевну действительно вынудили к этому крайние обстоятельства. Уснуть ему удалось только ближе к пяти часам утра. Олег отдохнул всего несколько часов, прежде чем прозвенел будильник. Большой завтрак он не стал готовить и подкрепился одним бутербродом. Набрав номер диспетчера, Олег попросил на этот день оставить за ним всего пару заказов. Ему пошли навстречу и не стали дергать непредвиденными заявками. Утром он отвез супругов на автовокзал, а затем забрал из аэропорта студентов. После этого Олег отправился в гости к Елизавете Матвеевне. Он еще перед тем, как уснуть, решил, что будет периодически навещать ее. И этот день должен был стать пробным шаром, чтобы проверить, как она отреагирует. По дороге Олег купил букетик цветов и коробку конфет, чтобы появиться перед ней не с пустыми руками. Елизавета Матвеевна была в шоке, увидев на пороге знакомого таксиста. У нее тут же из глаз пошли слезы. Дрожащими руками она обняла Олега и расцеловала, как родного сына. От неожиданности Олег тоже всплакнул, но быстро взял себя в руки и передал бабушке коробку конфет. Их общение продлилось полтора часа. За это время Елизавета Матвеевна рассказала, как обустроилась, заодно и похвалила персонал. «Они здесь все добрые и вежливые. Олег, мне с ними хорошо и уютно». Такое мог говорить только тот человек, который длительное время не испытывал ничего подобного. И снова Олег убедился в том, что до приезда в это учреждение Елизавета Матвеевна не просто жила в полном одиночестве, а была всеми забыта. И ясное дело, что совсем не помнила, что такое доброта и уважение. Поэтому очень обрадовалась, когда наконец они стали заботиться. И пусть это делали чужие люди, но они оказались намного лучше родных. В комнате, помимо Елизаветы Матвеевны, находились и другие пожилые люди. И у них были схожие с ней судьбы. Олег слушал со всех сторон, как ему рассказывали о нелегкой жизни. И давали советы, как в будущем не попасть в этот курорт, в кавычках. Таксист согласно кивал и при этом еле сдерживался, чтобы их всех не обнять. Между тем, Елизавета Матвеевна делилась с ним тем, что рассказывала о культурной программе в учреждении. У нее здесь появилась возможность петь, как она это делала раньше в молодости. Голос пожилой дамы многих завораживал, особенно пенсионеров мужского пола. Они стали набиваться к ней в друзья и даже стали пытаться ухаживать. Что ни говори, а в старости тоже не угасала любовь друг к другу. Наоборот, разгоралась с удвоенной силой и оживала как давно увядший цветок. Наконец, все новости и впечатления были рассказаны и пришло время Олегу попрощаться с Елизаветой Матвеевной. Она на дорожку перекрестила его и поблагодарила за цветы и конфеты, а также за неожиданное внимание. Помахав рукой Елизавете Матвеевны, Олег вышел из комнаты и прямо в коридоре столкнулся с молоденькой медсестрой. Та, похоже, знала, к кому он приходил и, не разобравшись в ситуации, кинулась на него с обвинениями. — Как же вам не стыдно? Здоровый парень и бросил бабушку. У меня сердце кровью обливалось, когда я увидел ее печальные глаза. — Извините, но вы, кажется, ошиблись, попытался остановить ее обвинение Олег. — Да неужели? Что, стыдно стало? — снова укорила его медсестра. — Да я ведь ничего плохого не совершил. Дело в том, что это не моя родная бабушка. Я ее вообще до вчерашнего дня не знал. Подвозил ее от дома, в котором она жила. А сегодня решил навестить. Мне тоже стало ее искренне жаль. — Ой, простите ради бога, я не знала. Приложив руку к груди, извинилась медсестра. — Меня Людмила зовут, а вас? — Я Олег, рад знакомству. Протянув ей руку, ответил таксист. Они поговорили немного о состоянии бабушки и на этом разошлись. Олегу позвонили из диспетчерской и, узнав, что он больше не занят, предложили несколько выгодных заказов. Он не стал отказываться, тем более, что деньги никогда не были лишними. Его мечтой было построить небольшой загородный дом и поселиться там с семьей, о которой он мечтал. Вот только спутницы жизни пока не было, которая могла бы стать хранительницей очага. С этими мыслями он отправился выполнять выгодные заказы. Олег мотался по всему городу. Ему предстояло развозить самых разных людей. Попадались такие клиенты, что с ними просто не было скучно. Зато другие молчали, как рыбы, хмуро уставившись в одну точку. С ними Олег даже и не пытался заговорить, потому что не хотел нарушать тишину. Обычно, если человек делал задумчивый вид, то наверняка был загружен в свои тяжелые размышления. Ближе к вечеру Олег выполнил последний заказ и направился домой. Но прямо возле уже закрывшегося рынка увидел женщину, которая голосовала. Ему нельзя было брать попутчиков, однако Олег не смог проехать мимо. Женщина назвала адрес. Оказалось, что это было почти рядом с тем домом, откуда недавно забирал Елизавету Матвеевну. Мысли о ней снова вернули его в тот день, когда прощался с ней у дома для одиноких пенсионеров. Комок как-то сам подкатил горло и заставил его горько сглотнуть. Олег сделал вид, будто поперхнулся, и женщина на полном автомате постучала ему ладонью по спине. Поблагодарив ее за свое спасение, таксист подъехал к нужному дому и остановился. Пассажирка вышла, пожелала ему крепкого здоровья и пошла в подъезд. Чуть больше минуты Олег простоял, чтобы его немного отпустило. В душе появилась пустота, которую срочно нужно было чем-то заполнить. В голове мелькнула мысль заехать в гости к коллеге по таксопарку Вадиму, но от нее пришлось отказаться, потому что тот любил выпить. Олег не приветствовал употребление алкоголя. Хоть и прошло достаточно времени, а память о том, как ему тяжело жилось с алкашом-отчимом, никуда не исчезла. Отказавшись от этой идеи, Олег решил дома скачать пару фильмов. Это было единственное развлечение, которое не давило на нервы и не приносило вреда. Со следующего дня его визиты к Елизавете Матвеевне стали частыми. Олег выбирал свободную минутку, чтобы к ней заглянуть. И делал он это исключительно из соображения милосердия. Родные и близкие от него отказались после смерти матери, а здесь появилась бабушка, пусть и чужая. И Олег делал все, чтобы подсластить ей одиночество. Елизавета Матвеевна всякий раз встречала его с улыбкой на лице. Она глубоко в душе прятала уныние. Между тем таксист стал больше внимания обращать и на медсестру Людмилу. Она была симпатичной девушкой, а еще и приятной в общении. И постоянно твердила, что его посещения положительно влияют на старушку, в отличие от других постояльцев, которые оказались никому не нужны. Олег выждал несколько дней, обдумывая свое решение, и в очередной свой приезд пригласил Людмилу на свидание. Девушка немного удивилась, но согласилась. Тем более, что и сама обратила на него внимание еще в тот раз, когда они случайно столкнулись в коридоре. Олег отвез ее в кафе, где они заказали недорогие блюда и десерты. Люда, к удивлению, не потребовала угощать ее деликатесами. Наоборот, сама выбирала в меню, что они будут кушать из недорогого. Мало того, предложила на двоих разделить счет. Олег не стал брать у нее деньги и сам рассчитался с официантом. После кафе он отвез ее домой, где возле подъезда поцеловал в щечку. Людмила зарумянилась и сказала, что она давно не проводила так приятно время. Дальнейшие встречи показали, что между ними много общего. Люда тоже выросла без матери. Она умерла, когда девочке было двенадцать и ее воспитанием занималась бабушка. Олег проникся к ней доверием и стал строить планы на будущее. Мечты о собственном загородном доме стали вновь его посещать. Ведь теперь у него была спутница жизни, которая, похоже, готова была разделить все горести и радости семейной жизни с ним. Во всяком случае, Олег не сомневался в своем выборе и надеялся, что вскоре Людмила станет его женой. Правда, ей он на это пока не намекал. Людмила относилась к их встречам со всей серьезностью. И уже через пару недель она стала интересоваться, как у него день прошел, что он кушал, как самочувствие и все ли в порядке дома. Олегу это нравилось. Он считал, что получил подарок от судьбы. Свои отношения с Людой он не стал скрывать от Елизаветы Матвеевны. Бабушка только радовалась за него и медсестру. Ведь та стала для нее почти родной. Людмила с особым пиететом относилась к ней, потому что постоянно сравнивала со своей бабушкой. То и не стало два года назад. Но до сих пор она приходила во сне и давала наставления. Именно поэтому Людмила и прикипела душой к Елизавете Матвеевне. Также мудро рассуждала и всегда говорила только правду. Незаметно пролетел месяц с начала их отношений. Люда души не чаяла в Олеге, называя его мой любимый. Мужчина отвечал взаимностью и постоянно баловал ее маленькими презентами. Его просто распирало от нахлынувших эмоций. Столько времени, он копил их глубоко в душе и вот, произошел естественный всплеск, вызвавший бурю ответной реакции. Олег мог просто так обнимать Людмилу и принюхиваться к ее запаху. Он любил возить девушку в тот парк, где когда-то прятался от отчима. Пруд все так же функционировал. Вот только вместо уток теперь там были лебеди. Но и они были не проще полакомиться свежим хлебом. Олег и Людмила специально покупали еще теплый батон, чтобы угостить им этих прекрасных птиц. Лебеди вызывали у них неподдельное восхищение, потому что всем своим видом показывали, какие они бывают гордые. Именно гордость за свои поступки и объединяла медсестру и таксиста. Они сделали выбор, который им подсказало сердце. Так же делали и лебеди. А вот почему у них получалось создавать семьи раз и навсегда. Эти гордые птицы не летали от одного претендента к другому. Они долго присматривались, выполняли определенные действия и только после этого шли на покорение вереста. У людей не всегда так получалось. Чаще всего отношения начинались спонтанно и быстро заканчивались. В случае же с Олегом и Людмилой Купидон не пожалел оморных стрел. Он пронзил их настолько, что те и помыслить уже не могли друг без друга. Вскоре Олег поделился с Людой своими планами относительно загородного дома. Она положительно восприняла его идею и даже высказалась насчет того, чтобы в будущем объединить их квартиры и купить просторный коттедж. Все говорило о том, что вот-вот будет сделано предложение руки и сердца и состоится свадьба. Они уже не сомневались в том, что у них будет куча детей. Людмила прямо заявила Олегу о том, что хотела бы и дочку, и сына минимум. Но неожиданно все планы пришлось временно отложить. Елизавета Матвеевна сильно заболела. Людмиле пришлось сутками возле нее сидеть и смотреть за общим самочувствием. Бабушка держалась из последних сил, но хронические болезни все разом ее атаковали. Складывалось впечатление, что организм сигнализировал о скорой кончине, но продолжал бороться, продлевая существование Елизаветы Матвеевны на этом свете. Олег помогал как мог. Чаще приезжал, иногда и оставался, а также покупал дополнительные лекарства. Елизавета Матвеевна ценила его доброту и при любом удобном случае старалась назвать Олега сыночком. Он не одергивал бабушку, понимая, что возможно это ее последняя возможность почувствовать себя матерью. Он вспоминал в такие моменты и свою маму, которая также вечерами, когда сидела возле его кровати и гладила по голове, тихонько шептала ему «Спи, мой сыночек, бай-бай». От таких слов у Олега слезы наворачивались, но понимая, что нельзя показывать слабость, а уж тем более мрачное состояние, он усилием воли улыбался. У Елизаветы Матвеевны и так хватало грустных воспоминаний, и слезливое лицо Олега не прибавило бы ей радости. Именно поэтому мужчина оставлял все мысли о покойной матери за пределами данного учреждения. Навещая женщину, он думал только о ней, рассказывал новости и спрашивал, нужно ли еще что-то купить. Улучшения не наступали, и в прямом смысле этого слова Елизавета Матвеевна стала готовиться к отходу в мир иной. Она уже весь персонал предупредила, где ее следовало похоронить, и попросила всех прийти, чтобы помянули, но спокойно и без лишних эмоций. Это касалось и Олега, и он заверил Елизавету Матвеевну, что все сделает как положено. Между тем, отношения с Людой перешли на новый уровень, и девушка переехала жить к нему. Она успевала делать столько дел, что ему и не снилось. Людмила, как родная дочка, ухаживала за стариками, а вечером делала то же самое с Олегом, предварительно убрав квартиру и приготовив ужин. Можно было сказать, что у них практически состоялась семья. Не хватало только официальной регистрации, но ее пришлось отложить из-за ухудшения самочувствия Елизаветы Матвеевны. Ей требовалось все больше внимания, а также лекарства и лечения. Врачи делали все, что было в их силах, но они не могли сотворить чудо. Годы берут свое. Именно поэтому, почувствовав приближение смерти, Елизавета Матвеевна попросила Олега срочно к ней приехать. Людмила тоже была на месте и присутствовала при их разговоре. Достав связку ключей из чемодана, старушка почти шепотом произнесла. «Держи, сыночек, теперь мой дом принадлежит тебе. О документах не беспокойся, я все сделала». Олег не смог сдержать слез и попытался отказаться от такого щедрого подарка. Но, встретившись глазами с Елизаветой Матвеевной, понял – это ее последняя воля. И он взял у нее из рук ключи, а бабушка тем временем продолжила. «И вот что, если будешь топить осенью камин, то не спеши. Сначала осмотри его как следует». Что это могло означать, Олег так и не понял. Но больше Елизавета Матвеевна ничего не сказала. Она лишь провела рукой по его волосам и поцеловала в лоб. Таким образом, старушка как бы простилась с ним, понимая, что это их последний разговор. После того, как вышел из ее комнаты, Олег поинтересовался у Люды, когда бабушка успела на него свой дом переписать. Та предположила, что, скорее всего, не в ее смену, и обычно такие вопросы согласовывали с администрацией. В общем, она дала ему понять, что медсестры в этом не участвуют. Во всяком случае, ее для составления завещания ни разу не приглашали. И если к Елизавете Матвеевне и приходили из нотариальной конторы, то точно в ее отсутствии. Олег не мог понять, с чего это вдруг Елизавета Матвеевна решила ему свой дом подарить. Понятно, что у нее не было близко родни. Но ведь существовала, пусть и пропавшая, но дочь, она могла объявиться и предъявить свои права на дом. Похоже, бабушка точно знала, что этого не произойдет. Через полчаса он уехал по заявкам и, пока развозил клиентов, полностью переключился на работу. Он надеялся, что старушка еще поживет. По крайней мере, на тот момент у него не было мыслей, что смерть настигнет Елизавету Матвеевну буквально на следующий день. До самого вечера Олег крутил баранку, подсчитывая прибыль. Он и Людмиле успел позвонить, пожелав ей спокойного дежурства. Она осталась с ночевкой, чтобы присмотреть за бабушкой. Ночь после смены Олег провел в беспокойстве. Ворочался с одного бока на другой и дважды просыпался, чтобы попить воды. При этом подушка была мокрая от пота. Похоже, что Олегу снились кошмары. Вот только что он в них видел, так и осталось загадкой. Будильник еще не прозвенел, а таксист уже был на ногах. Он брился в ванной, когда зазвонил его телефон. Пришлось отложить бритье и ответить. Доброе утро, любимая. Это была Людмила. Как ночь прошла. Не могу так же ответить. Сквозь слезы произнесла она. Полчаса назад Елизавета Матвеевна умерла. Олег не мог поверить в то, что услышал. Его как будто парализовало. Он стоял на одном месте, держа в руке телефон. Люда пыталась еще что-то говорить, но Олег находился в какой-то прострации, плакал и никак не реагировал. Мотнув головой, мужчина наконец пришел в себя и сказал, что скоро приедет. Позвонив начальству лично, Олег объяснил ситуацию и взял несколько дней отгулов. Отыскав Люду в ее подсобке, Олег узнал все подробности того, как это произошло. Елизавета Матвеевна после их разговора сразу же уснула и только пару раз потом вставала. Утром Люда сделала обход и все было нормально. Бабушка лежала на своей кровати с открытыми глазами. Но уже через полчаса Елизаветы Матвеевны не стало. Об этом сообщили женщины, которые находились с ней в одной комнате. Они хотели вместе идти на завтрак, позвали ее, но та не отреагировала. Тогда одна из женщин проверила пульс и содрогнулась. Его не было, как и дыхание. Людмила еще не успела сдать смену, когда узнала о смерти Елизаветы Матвеевны. Она очень долго плакала, прежде чем позвонить Олегу. У нее сердце разрывалось от боли. Ведь бабушка настолько всем полюбилась, что многие не хотели даже смотреть телевизор, если ее рядом не было. Своим добрым сердцем и открытой душой всех в этом доме обаяла. Она смогла найти подход к каждому, даже если казалось, что у них слишком разные характеры. Все расходы по погребению Олег взял на себя. Не стал никого просить, тем более сотрудников учреждения. В то же время проститься с Елизаветой Матвеевной пришли многие из тех постояльцев, что еще могли нормально передвигаться. И несмотря на мелкий дождик, который накрапывал, они стояли возле гроба без зонтиков. Елизавета Матвеевна лежала в нем, как живая. Никто не плакал, хотя и было видно по лицам присутствующих, сколько в них скорби. Олег стоял рядом с Людмилой, держа ее за руку. Он не мог сдержать эмоции и потому невольно сжимал ее ладонь. В свое время он потерял мать, потом был отчим, о котором вообще не хотелось вспоминать. Но как бы там ни было, а тень похоронного процесса прямо давлела над Олегом. Он чувствовал свою непосредственную ответственность за тех, кого, что называется, приручил. Ведь это ему пришла в голову мысль навещать Елизавету Матвеевну. Можно было сказать, что он через себя пропускал всю ту боль, что молотом ударяло по сердцу. Олег смотрел на умершую Елизавету Матвеевну и тихонько плакал. После того, как все простились, гроб закрыли и опустили в могилу. Людмила и Олег первыми бросили по горсточке земли, а затем и все остальные. На первое время установили крест, чтобы земля уселась, и потом можно было спокойно заказать памятник. Олег рассчитывал сделать это до осенних холодов. После того, как не стало Елизаветы Матвеевны, Людмила уволилась из дома престарелых. Похоже, ей тяжело давались такие прощания с постояльцами. Она перешла работать в частную клинику. У нее там были знакомые, которые замолвили словечко перед директором. Олег же пока продолжал работать таксистом. Он хотел, как можно скорее накопить денег на свадьбу, поэтому брал больше смен. И потому не мог выкрыть время для того, чтобы съездить в тот дом, что оставила ему Елизавета Матвеевна. К тому же, требовалось выждать полгода, после чего можно было вступить в право наследства. Олег до последнего ждал, что появится какой-нибудь родственник. Он обсуждал этот момент с Людмилой. И они вместе пришли к выводу, что в случае чего, лучше отступиться. У них не было стремления любой ценой стать хозяевами этого дома, даже если имущество досталось по завещанию. Все это время Людмила жила у него и потихоньку обустраивала семейное гнездышко. Пока между ними был гражданский брак, но вместе с этим они уже ощущали себя полноценными супругами. Спустя время, Олег все же решился съездить в тот дом. Тем более, что и Людмила намекнула на ремонт. Он ведь сам ей рассказывал, что с виду строение было обветшалое. И если за него не взяться, то оно могло вообще завалиться. Олег выбрал выходной. На дворе как раз был конец сентября. И они отправились смотреть дом. Через час были на месте. Выйдя из машины, Олег с грустью посмотрел на окна, которые отражали пустоту. Людмила взяла его за руку и подвела к двери. Достав ключ из кармана, Олег открыл замок, и они вошли во двор. Несмотря на немалые размеры, он был ухожен. Нигде ничего не валялось, даже будка имелась, правда без собаки. Скорее всего, что когда-то в ней был сторож. Осмотрев двор, Олег и Людмила поднялись по ступенькам и открыли навесной замок веранды. В ней было просторно. Недалеко от окна, прямо на столе, стояла электрическая плитка. Чуть подаль широкий шкаф, в котором они нашли пустые стеклянные банки, покрытые пылью. Также рядом с ними лежали крышки и бумажки с надписями «Малиновое варенье», «Соленые грузди», «Салат из помидор». Скорее всего, что именно на веранде Елизавета Матвеевна занималась консервацией. И все это наводило на мысль, что ей было для кого готовить. Пусть и не только для пропавшей дочери, а наверняка и для всей родни. Подумав об этом, Олег вздернул плечом и поморщился. Ведь никто из них не пришел с ней проститься. Получалось, Елизавета Матвеевна обо всех заботилась, а вот к старости стала никому не нужна. И если бы не ее встреча с Олегом тогда, то и остаток дней она бы провела в полном забвении. И никто бы не узнал, что она умерла, а спохватились бы, когда пришлось делить наследство. Однако Олегу повезло. Ни через месяц, ни через полгода не было подано претензий на дом. Похоже, что всем реально было наплевать, как она все это время жила. В самом деле, когда они туда вошли, чувствовалось, как гулял ветер. Людмила слегка поежилась, и Олег тут же направился за дровами, чтобы растопить камин. Он нашел дровяник и невольно обратил внимание на то, как поления были сложены. Такое впечатление, будто их специально раскладывали один к одному, а не в шахматном порядке. Если все это делала Елизавета Матвеевна, то ее стараниям можно было только позавидовать. Услышав, как Людмила постучала в кухонное окно, а оно как раз выходило на дровяник, Олег набрал в охапку несколько сухих поленьев. Подойдя к камину, он уже хотел было развести огонь, но тут же резко убрал спички обратно. Люда посмотрела на него с удивлением и спросила. — Что с тобой? — Да со мной все в порядке, — отмахнулся Олег. — Просто вспомнил наставление Елизаветы Матвеевны. — Какое еще наставление? — с улыбкой на лице поинтересовалась девушка. — Она же говорила насчет того, что если я надумаю растопить камин, то прежде его нужно осмотреть, — ответил Олег. — Ну тогда чего ты стоишь? Клади дрова, будем камин проверять, — произнесла Людмила и пошла за фонариком, который лежал в машине на всякий случай. Олег надел перчатки и стал светить внутрь камина. Луч выхватил часть стены, из которой торчали несколько кирпичей. Взявшись рукой за один из них, он спокойно его вытащил. За первым кирпичом последовали еще пять штук. И взор у Людмилы и Олега открылась небольшая ниша. По всей видимости, она недавно была сделана, потому что еще пыль не успела скопиться. Просунув туда руку, Олег нащупал небольшой сверток и вытащил его наружу. Это оказался обычный целлофановый пакет черного цвета. Возникло ощущение, будто они целый клад обнаружили. Руки тряслись, как после кражи чужих кур. Олег разрезал скотч, которым был обмотан пакет, и едва не лишился дара речи. Сверху лежали пачки денег, туго перевязанные самой обыкновенной резинкой. Взяв в руки несколько штук, Олег с придыханием произнес. Да ведь тут целое состояние. После этого он схватился за голову и стал качаться, как маятник. Людмила не понимала, что с ним происходит, и поэтому решила до конца осмотреть содержимое пакета. Кроме денег, на самом дне оказались и старые фотографии. На одной из них был запечатлен молодой мужчина и надпись внизу «Моей любимой Лизоньки». Скорее всего, что их взору предстал муж Елизаветы Матвеевны. Дальше были фотографии самой бабушки в молодости, затем совместные снимки с мужем и, наконец, на последней фотографии они увидели молодую женщину с подписью «Моя доченька». Олег присмотрелся и, схватившись за голову, вновь прошептал. «Это же моя мама». Людмила нахмурила брови и осторожно спросила у него. «Ты уверен в этом?» «Да, это моя мама», – сквозь слезы ответил Олег. Взяв фото молодой женщины, он стал водить по нему пальцем. Тем временем слезы сами текли градом и попадали на стеклянную рамку. Кто бы мог подумать, что через много лет в камине старого дома он вдруг наткнется на фотографии родной матери? Опустив голову, Олег тяжело вздохнул и произнес. «Получается, что я все это время навещал родную бабушку?» «Похоже, что так, любимый», – поддержала его Людмила. «Но оно и к лучшему. Ты ее случайно встретил, помогал, а потом достойно похоронил». «Почему же она мне ничего не сказала?» – заплакав сам у себя, спросил Олег. «Ты ведь рассказывал, что ее дочь пропала много лет назад», – решила ответить на его риторический вопрос Людмила. «Да, действительно, она не могла обо мне знать», – сказал Олег. «О моем рождении бабушка явно не подозревала. Вот почему у нас дома не было никаких фотографий с родственниками. Я помню, как однажды спросил у мамы, а где же бабушка и дедушка?» На что получил от нее ответ – умерли. «Возможно, у твоей матери был с ними конфликт», – предположила Людмила. «Не знаю. Но после всех этих событий еще больше тайн ушло в могилу вместе с ней». «Тогда надо об этом забыть и жить дальше», – произнесла Людмила. «Правда, ты все равно никогда не узнаешь. Останешь копаться в грязном белье. Только нервы себе испортишь». «Да, ты права», – согласился с ней Олег. «Но что дело с деньгами? Их ведь так много». «Давай для начала затопим камин, чтобы немного согреться», – предложила Люда. «А потом выпьем чаю с булочками и подумаем, как нам распорядиться таким наследством». Прокрутив все прошлые события в голове, Олег вспомнил, как отреагировал на тот вызов в частный сектор. «Ты знаешь, а я ведь еще тогда заподозрил, что старушка не так проста. Это ты о Елизавете Матвеевне?» «Ну да, диспетчер в последний момент подкинул мне этот заказ», – кивнув голову, ответил Олег. «Ну тогда ты просто везунчик», – произнесла Люда, обняв его за плечи. Наслаждаясь чаем из термоса и булочками, они аккуратно пересчитали деньги. В итоге набралась внушительная сумма, и класть ее целиком на счет в банк было бы крайне неосмотрительно. Могли возникнуть ненужные вопросы – а откуда деньги? Люда предложила частями их отправлять, чтобы отвести подозрения. К тому же эти деньги не фигурировали в завещании. Прибрав за собой, Олег и Люда закрыли дом, сели в машину и уехали. В дороге они практически все время молчали, разве что перекинулись парой фраз о том, как дальше действовать, и в первую очередь нужно было поставить памятник Елизавете Матвеевне, а также оплатить услуги по уходу за могилкой. Кроме того, возникла резонная идея отремонтировать этот дом и переехать в него жить. Можно сказать, что исполнялась давняя мечта Олега, только не нужно было ничего строить, а уж тем более покупать для этого участок. Через несколько дней все деньги были распределены по нескольким счетам. Олег лично поехал на кладбище и заказал для бабушки памятник. Он должен быть сделан из гранита. Кроме того, в конструкцию добавлялись два глупка, символизирующих мир. Таксист просто вспомнил, как Елизавета Матвеевна иногда кормила голубей, когда выходила на улицу подышать свежим воздухом. Оказалось, что их очень многое объединяло. Олег тоже любил птиц. Спустя неделю он нашел хорошую бригаду строителей, чтобы они начали ремонт в доме. Тем временем настал момент, когда нужно было решать, как дальше выстраивать свои отношения. Олег высказался за шикарную свадьбу, чтобы на ней присутствовали все их знакомые. И вскоре сделал Людмиле официальное предложение с вручением обручального кольца. Это произошло на том самом пруду в парке. После этого они съездили на могилу Елизаветы Матвеевны и положили хризантемы, которые она любила. Решили порадовать бабушку на том свете, чтобы она за них не переживала. В качестве гостей на свадьбу было решено пригласить сотрудников таксопарка, медицинской клиники и дома престарелых. Не забыли и про самих постояльцев. Им тоже захотелось поучаствовать в этом трогательном мероприятии и от всей души поздравить их бывшую, но самую любимую медсестру. Но перед этим Олег и Людмила прошли через череду приготовлений. Им пришлось объездить несколько свадебных салонов в поисках красивых костюмов. Также они выбирали ресторан, где планировалось провести свадебную церемонию. В итоге вернулись к таинственному вечеру. Ведь именно сюда Олег в первый раз привел Людмилу, когда пригласил на свидание. Не меньше хлопот вызвал и организатор праздника. Тамаду буквально из другого города заказывали, по рекомендациям. Олег решил, что свадьба должна пройти с размахом и запомниться им на всю жизнь. В день регистрации собрались самые желанные гости. Людмила блистала в самом обворожительном свадебном платье. Наверняка многие бы невестой и позавидовали. Олег тоже выглядел не менее эффектно, щеголея в дорогом костюме. Вместе с тем никто из них так до сих пор и не сказал друг другу, какие будут дарить подарки. Исключение составляли гости из таксопарка и клиники, которые по традиции принесли свои презенты в конвертах. И только постояльцы дома престарелых скинулись на мебельный гарнитур. После продолжительных поздравлений Олег встал и направился к микрофону. Он решил спеть песню, которую сочинил незадолго до свадьбы. Как оказалось, слова ему навеяла бабушка, которая приходила во сне. В зале заиграла мелодичная музыка, и Олег запел. У него так искусно получалось произносить самые обычные слова, что у всех дух захватывало. Но больше всего им любовалась молодая жена. Она смотрела на него и плакала. Только это были слезы радости и счастья. Тайком, чтобы никто не видел, она поглаживала свой живот. Можно было уже в этот момент предположить, какой Людмила приготовила своему мужу подарок. После исполнения песни на Олега обрушился шквал аплодисментов. Всем понравилось, как он спел. Внутри как будто душа перевернулась. Мелодии и слова так громко звучали, что даже прохожие с интересом заглядывали в ресторан и тем самым становились невольными гостями. Настал черед дарить подарки, и все активно начали произносить поздравления и отдавать заранее приготовленные презенты. А в это время Людмила на ушко спросила у Олега. – Это было твоим подарком? – Если ты о песне, то не совсем. – Так же шепотом ответил Олег. – Я купил для нас путевку в теплые края. Уверен, тебе там точно понравится. – Заманчиво звучит, – прошептала Люда. – А у меня есть еще более интересное предложение. Можно считать это подарком. – Я заинтригован. Что это? – Ты больше не должен работать в таксопарке, – ответила Люда. – А как же мне тогда зарабатывать? – с удивлением спросил Олег. – Все просто, – продолжила Людмила. – Я нашла интересное помещение, и ты откроешь там собственный автосервис. Между прочим, мне эта мысль пришла еще в доме, когда мы с тобой сидели возле камина. – Я просто обожаю свою жену, – громко прокричал Олег. – У меня будет свой автосервис. – Все гости притихли и посмотрели в его сторону. Олегу пришлось повторить эту новость, заодно и объяснить, что теперь ему понадобятся квалифицированные сотрудники. Коллеги из таксопарка с восторгом восприняли решение Олега стать бизнесменом. За то время, что он проработал с ними, для каждого он стал чуть ли не родным братом. Поблагодарив жену за такую идею, Олег спел на бис, теперь уже известную всем песню, которую многие поддержали. Свадьбу гуляли до поздней ночи, а потом все стали расходиться и разъезжаться. Постояльцев дома престарелых отвезли автобусом, а все остальные укатили по домам на такси. Через час и новоиспеченные супруги вернулись в квартиру. Олег на руках внес Людмилу и уложил на диван, но не успел он и слова произнести, как она положила ему указательный палец на губы и, сверкнув глазами, тихонько произнесла «Я беременна». Олег от радости чуть с дивана не свалился. Он хлопал в ладоши и громко топал ногами. Хорошо, что соседей в это время не было дома и можно было не беспокоиться, что они проснутся. Снова взяв Людмилу на руки, Олег стал кружиться вместе с ней. Наконец, когда осознал всю полноту радости, он остановился и уточнил. «Так вот почему ты пила сок вместо шампанского». «А как ты это узнал?» – погрозив ему пальчиком, спросила Людмила. «Да я видел, что ты меняла бокалы», – ответил Олег. «И когда песню исполнял, то заметил под столом несколько коробок с соком. Может, я просто запивала?» – с улыбкой на лице ответила Людмила. Через пару недель после того, как были решены все формальности с документами, на открытие автосервиса и завезено оборудование, к Олегу потянулись первые клиенты. Сработало сарафанное радио от бывших коллег. Вместе с тем, он получил и квалифицированные кадры. Тем временем завершился ремонт бабушкиного дома. Олег и Людмила приехали, чтобы оценить результаты. У них просто слов не было, когда они увидели такое великолепие. Строители потрудились на славу и создали из некогда старого домика современный особняк. Оставалось только в него заселиться и начать обживать. Что, в принципе, супруги и сделали, закупив новую мебель и бытовую технику. Внутри так и пахло домашним очагом, которого им так не хватало. Вскоре к Олегу присоединились компаньоны, другие владельцы автосервисов, и создали вместе с ним крупный технический центр по обслуживанию автомобилей. Людмила еще месяц проработала в клинике, а затем ушла оттуда и стала домохозяйкой. Она готовилась стать мамой, и Олег не хотел, чтобы его жена нервничала. А чтобы ей не было одиноко, и она чувствовала себя более защищенной, они взяли в приюте маленького щенка-симпатягу, которого назвали Аллой. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Спасибо заранее.